итак дорогие друзья всем привет что я вам хочу сказать ситуация help ситуация сос что делать не знаю только я могу умудриться еще 31 мая ездить на зимней резине знаете как я причем помнил что вот нужно поменять всегда меня в конце там апреля в конце там чего-то еще и я знал что нужно поменять потом как будто как отшибла память все даже вам говорю что не просто так лысый 40 лет это все не просто так вот приехал к антимиру для того чтобы во первых найти резину потому что там столько всего лежит и поехали поменять сейчас покажу вот 215 55 17 215 55 17 запомнил да пошли искать в этом буржуйном гараже покупали машин теперь не найдешь здесь как всегда стройка идет боже сколько цветочков ты посмотри слушать а может быть я на самом деле и зря это не зря не менял вот это эти может быть я и зря то не менял а то сейчас на улице 13 вечером 10 ночью 5 градусов а под утро говорят заморозки а там глядишь и гололед и опять зима поэтому может быть и не менять прям реально холодно вообще ужас а где еще одного что не делает или так оставит а сушки а почему ну тут уже не понимаю она уже здесь за себя по вам потертая мне вообще цвет не нравится она не прикольно только потому что она вот золотая конечно солнце горела а это что а это что ну где на горит но если лак будет гореть так причем раньше я подписывал я володе говорил говорю давай напишу макс да не надо как разберешься как тут разобраться посмотрите буржури живут сколько резины но она у меня была в пакетах это точно нет ну какая но так это зимние посмотреть можно не смотреть я думаю что вот что-то вот тут не там дальше или вот это вот табуреточку посмотрим как зимние а вот это я трогаю летние а нет зимние подожди а вот это вот ведь не хочу только два это зимние это не моя то что шлицком широкая вот и вот я чувствую что вот эти два только где-то еще два надо быть наверно вонте значит два получается потому что вот 4 в пакете пакеты разные что-то здесь не то так 215 55 17 помнишь да да ты уверен а чё она такая старая стала у меня я новую отдавал вообще она уже никакая если честно 200 а еще где приехал свой любимый автокуб там где кафе помните бараш я всегда хожу сейчас быстренько поменяем колесики очень перекусим ничего сюда же цветочки продаются что здесь бараш лофт кафе автокуб я в общем ключи оставил скажешь мы не до возьмут ее помоет машину ладно кого оставил на ножом какой-то да там да 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 взялся до 17 как раз скидка 30 процентов успеваю запахи мне здесь так нравится здрасте все О боже, что это за звук? Это воздух что ли? Это кожаный, да, у них у всех такой момент. Что-то будете сразу заказывать или посмотрите? Да посмотрю еще. Хорошо. Покушаем куриного супчика. И теперь попью чайку в ожидании мойки и замены резины. Посмотрите какая прелесть. Патефончик старый. А здесь за окном можно посмотреть как готовят. Банкеты, свадьбы, дни рождения. При заказе и проведении скидка 20%. Ну это как бы для всех. Ой, моя-то уже стоит красавица-то. Моя куколка стоит уже с резинкой помененной. Ой, надо же заплатить сначала, чтобы мне ее отдали. Господи, как же холодно-то, а. Люди добрые. Зима пришла. Все, помыл свою красавицу, привел кожу, салон. Все натер, как полагается. Ой, а где моя резина? Подождите, он ее положил назад. Какая она там открывается-то? А резины-то нету. А резину-то куда положил? Я чуть не уехал. Давай за мной. Ну вот. Чуть резину мою не захапали. Все, все дела сделал. Наконец-таки они здесь сделали дорогу. Боже, вот теперь сюда одно удовольствие ездить, а. Было здесь, конечно, погром, был погром, конечно. Но сейчас, слава богу. Вот. 10% скидка у меня. 1800 отдал за замену резины. И 1000 рублей за комплекс. Мойки. Вообще комплекс стоит 600 с чем-то. Но вот если сравнивать с центром Москвы, это недорого. Потому что в Москве где-то там по 1000 рублей стоит комплекс. 10-600 с чем-то. А обычная мойка у меня 300 с чем-то выходит. Я понимаю, сейчас вы сейчас в комментариях все напишите, что у вас там где-то дешево. Ну, это же Москва. Что тут поделать-то? И в итоге у меня получилось 2800 с чем-то за все. Я люблю, когда чистая машина. Кто автолюбитель, тот меня поймет. Вот, когда помоешь машину, вот ощущение того, что она даже по-другому как-то едет. Вот она прям как-то по-чистому едет. Ой, не могу. Потому что не играешь в телефон. Потому что не играю в телефон. И потому что, когда я был маленьким мальчиком, я хорошо учился в школе. И каждый день я делал какой-нибудь труд. Ухаживал за курами, коровой, козами. Пропалывал огород. Сажал цветы. Уроки делал. И еще и учился хорошо. Поэтому, а те, кто меня обзывал толстяком сейчас, они вот там плитку кладут. А я им хожу и говорю, вот здесь поровно положи, здесь криво. Понимаешь? А когда-то в детстве я страдал от того, что они меня толстяком обзывали. Видишь? Минутка умных мыслей от Кантемира, да? Это Максим, наш товарищ. Он профессиональный блогер, подглядывающий. И это опасная ситуация. Я вот сейчас хотел с детьми поговорить просто. А он и все. А так. Это потому что это самое интересное, понимаешь? Твои умные мысли любят всех. Профессиональный блогер, но он осторожнее. Он зашел всех, поцеловал, а тетю Женю нет. А мы не за ком, а тетю Женю. Ну давайте, скажем, целовать. Тетя Женя, она хозяйка Штенского колокола. А мне уже сказали, да. Я справки нагрел. Поэтому знаю, не знаю, надо было поцеловать. Поцелуй на всякий случай. Потом можно стереть, если что. А кто тебя поцарапал шею? Вот здесь? Нет, с другой стороны. А, это побрился, значит. Так, пойдем быстренько, умных мыслей, на две секунды. Так, давай, Кантемир Ферексович, пожалуйста, поруководи. Раз уж такое дело, на улице зима, заморозки. Лето закончилось к ебеням. Не просто закончилось, а закончилось к ебеням. Окончательный бесповоротный. Не переживай, суббота, воскресенье, 23, 26. А, да? Да. Ну, суббота, воскресенье, тогда и будем. Сибирь. Где провал? Чуть-чуть пошло вниз, да, чувствуешь-то? Чуть-чуть чувствую, вот, недоработочка на этом. Но так как он в детстве не сильно меня обзывал толстяком, я не сильно буду придираться. Вот, в кривизне участка. А вообще, конечно, так вот это... Это многие так новые русские. О, я расскажу, что интересно, вспомнил. Сейчас, конечно, я уже человек более добрый. Я уже так не делаю. А, когда я был помоложе, нанимая работников, я вот, в общем, подходил и говорил, сколько стоит побелить вот эту стену? Они говорили, такая-то сумма. Я говорю, вот, обратите внимание, несмотря на то, что я очень люблю торговаться, я с вами не торгуюсь. Но сейчас вы мне должны сказать точный срок, когда вы закончите работу, и она должна быть высочайшего качества. Высочайшего качества. И объясняю, что значит высочайшего качества. Поскольку, если вы не закончите ее в срок, штраф будет составлять 5% в день, а каждое нарушение качества тоже 5% от стоимости. И может, улучшится так, что вы уйдете, будучи должны мне деньги. То есть вы беретесь за эту работу? Да, со всей ответственностью, да. А то, ну, я, если, ну, как бы, по большому счету, конечно, безбожно, я никого не штрафовал, но и по срокам штрафовал. И по качеству штрафовал, говорил, переделайте за свой счет. Вот, к примеру, даже вот эти ребята, я им плачу большие деньги. Когда меня люди спрашивают, зачем ты платишь ребятам из Средней Азии такие деньги, я сказал, что я считаю это бессовестно, оплатить маленькие деньги, просто бессовестно. Люди должны поработать. А где ты их нашел? А я их откуда-то пришли, не знаю вообще. Ну, откуда-то когда-то пришли. Значит, мой принцип сводится такой. Я беру среднюю, я не хочу говорить, это в эфир суммы, но я беру, смотрю, сколько получает средней квалификации рабочих в Соединенных Штатах Америки. Перевожу это в рубли в час и оплату произвожу по часовую всем людям, которые нанимаются на временные работы. По часовую работу, потому что я считаю, что у них и так очень тяжелая жизнь, они приезжают, они живут в ужасных условиях, у них не каждый день бывает работа, и мы должны им платить соразмерные деньги, а не пользуясь их трудностями на чужом горбу пытаться въехать в рай. Значит, вот так. Какое великодушие? Никакого великодушия, это просто... Щедрость великодушие. Это просто так должно быть, это как правило, понимаешь? Не надо думать, я, допустим, не люблю покупать вещи, которые люди в нужду, с какой-то нуждой им срочно надо продать вещи. Если человек богатый продает какой-то из 10 домов, один, к примеру, или из 10 машин одну, то я могу этим воспользоваться, купить по дешевке. А если это бедный человек продает свою последнюю машину или последнюю какую-то вещь, я не буду никогда пользоваться этой ситуацией и покупать по заниженной цене. Но, между прочим, и в законе. Юристы знают, что в законе содержится такое же правило, что если сделка совершена... Я забыл, сейчас выскочил из головы, но смысл нормы закона такой, что если человек совершает сделку под влиянием чрезвычайных жизненных обстоятельств, то есть он явно дорогую вещь, ему надо срочно купить лекарство, продает ее дешево, то в последствии суд может признать эту сделку недействительной. Да, и возвратить все в сторону. Не надо пользоваться чужой, чужой бедой. На чужом горбу в рай не въедешь. Да, на чужом несчастье свое счастье не построишь. Прекрасно русская народная пословица. На несчастье, да, счастье не построить. Все, спасибо, Максим. А куда ты пошел, Браз? Не надо посмотреть. Не, не, я буду с тобой ходить. Ты очень посадил красивые цветочки. Посмотри, как я. Я вам могу сказать, знаете, что в чем проблема этого человека? Какого? Вот этого. Вчера я вечером, или когда-то позавчера вечером, я решил из себя позомнить садовника. Бля, делите, здесь же были заросли. Да, ой. Лично прорвал, продергал, прообрезал. Смотри теперь на мои руки. Теперь я, у меня мозоль здесь, травмы здесь, я весь в крови. Серьезно, я отсюда вышел, весь в крови. Значит, теперь я хочу сюда посадить... А зачем тут так было густо здесь, красиво? Густо это некрасиво. Деревья надо подстригать. Ребята, деревья надо подстригать. И сейчас я хочу здесь посадить цветы. Вот. Если честно, я... Это можно уже в эфире не говорить, но я... Но тем не менее, скажу. Нет, я не скажу. Я хочу здесь посадить цветы и почему-то хочу это сделать сам никому не поручать. Потому что это должно соответствовать моему вкусу. Который очень сложный. Подожди, посадить или купить. Купить и посадить. Прям лично будешь сажать. Лично поеду купить. Лично, но сажать будешь не ты, правильно? Найдем, кого посадить-то. В прямом и переносном смысле. А я вот сегодня только резину поменял. О, я Рому позвал? Рому. А где он? У меня от ветра слезы. Слезы. Вот и закрытый. После затирки. Пошли после затирки. Аккуратнее. Не ходи. Здесь можно, сказали. Пошли сюда. Я считаю, что вот здесь нужно побольше посадить. Не-не-не. А билет цветов тоже плохо. Да? Да, это совсем другой стиль. Здесь тут газон. Здесь акцент не на дворе. Акцент на реке. Понимаешь смысл? Ты не можешь здесь засадить цветами, тогда у тебя не будет... В этом доме главное не скрывать вид, отвлекать его какими-то акцентами, яркими цветами, а открывать вид, потому что прелесть этого дома в виде... Согласен. Виталик, подойди. Виталик, подойди. Не делай зла тому, кому ты дорог. В общем, дорогие друзья, на этой прекрасной музыкальной нотке... Что-то сегодня песни не поются, поэтому извиняйте. Я заканчиваю свое видео ни о чем. Желаю вам всем счастья, здоровья. Спасибо, что посмотрели. Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал. Короче, все сделал, вы знаете. Все. Всем пока-пока.